Это та самая первая встреча Александра Бричалова с руководителем СПК «Колос». Разрыв шаблонов. Такое впечатление на главу произвело то, что он увидел в Ваужском районе. Владимир Красильников вывел свое хозяйство на невероятный для села уровень. Средняя зарплата работников сегодня 30 тысяч рублей. Выручки хозяйства хватает и на строительство социальных объектов. Уже сделали дом культуры, спорткомплекс, лыжные трассы. Через пару месяцев сдадут и детский сад. Сегодня у нас возникла проблема с размещением детей в детском саде. Детей много, хозяйство развивается, количество работающих растет. И места уже не хватало. Да и садик был построен давно. Он не отвечает сегодняшним требованиям. Мы в этом году решили построить детский сад, двухэтажный на 75 мест. Награда, по сути, народное признание. Таких раньше не вручали. Отметить именно этих людей просили жители республики. Сегодня признание получили шесть руководителей из абсолютно разных отраслей. Среди них глава Федерации скандинавской ходьбы в Удмуртии. За полтора года, что существует организация, Григорий Ушаков сумел приобщить к здоровому образу жизни 10 тысяч человек. Это те, кто регулярно выходит на тренировку. По неофициальным же данным, их в пять раз больше. В каждом районе есть инструкторы, которые совершенно бесплатно покажут и расскажут, как правильно ходить по-скандинавски. Эта физкультура не требует специальных дорожек, специального инвентаря. Все достаточно просто. Но жители городов, конечно же, хотелось, чтобы это были парковые зоны, чтобы это не вдоль дорог. И вот с администрацией города, с администрацией, я думаю, что нашей республики, с совместным усилием мы сделаем в парковых зонах просто освещенную трассу, чтобы можно было вечером там гулять и небольшую посыпочку, как это сделано в Европе. В числе лауреатов концерн «Калашников», детский театр танца «Розовый слон», рыбхоз «Пихтовка» и волейбольная команда «Италмаз». Своё признание получит и Глазовский театр «Парафраз». На его спектакль глава сходил по рекомендации жителей республики. О нём они писали ему в соцсетях. То, что я вот совсем недавно увидел, спектакль «Вино за дуванчиков», у меня потрясающие эмоции. Это совершенно точно мировой уровень. Я понимаю, что Удмуртия как такая будущая, на мой взгляд, мекотуризма, спортивного, промышленного туризма, точно и театральный туризм мы теперь в полной мере можем продвигать. Артисты свою награду получат позже. Александр Бричалов пообещал вручить её во время ближайшей поездки в северную столицу. Альбина Валикжанин, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Альбина Валикжанин, телеканал «Моя Удмуртия»